И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Дмитрий Бивол побьет Канело и в реванше. Победа абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона мексиканца Сауля Альвареса в матче реванша с Дмитрием Биволом исключена. Такой прогноз сделал экс-чемпион мира в этом дивизионе Карл Фруч. Я думаю, Канело бился с очень хорошим бойцом, ну например Джоном Райдером, которого однако нельзя отнести к топовым. Мое мнение, которым я ни для кого не открою Америку, что Канело уже миновал свои лучшие времена. Все дело в уровнях. Бивол, к примеру, победит Сауля Альвареса в реванше, если такой бой состоится. Если вы посмотрите на их первый бой, Дмитрий был реально активным, свежим, сильным и мощным, говорит Фруч. Он натуральный полутяж. Когда стало известно, что им предстоит встретиться в ринге, я подумал. Он дрался с Ковалевым в полутяжах, но в этом поединке ему точно будет тяжело, и в итоге Канело проиграл, сказал Карл Фруч. Пывший тренер по боксу, действующий эксперт и аналитик Тедди Атлас, полагает, что Саулю Альваресу не нужно проводить матч реванша с Дмитрием Биволом. Канело, во-первых, должен дать бой Дэвиду Бенавидису, говорит Атлас. Нельзя же биться вот с такими оппонентами, а затем претендовать на звание лучшего в истории Мексики, говорит Атлас. Многие боксеры по уровню такие же, как Мунгия, как Джон Райдер. Это не элитный уровень. Канело не единственный, у кого рекорд состоит из вот таких вот побед. И я не хочу больше смотреть такие бои, говорит Тедди Атлас. «Надоело, что это такие обыкновенные поединки, в которых Канело вечно выигрывает. Хочу видеть бой типа Канело Бенавидис». Атлас уверен, что если Сауль будет драться с Дэвидом так же, как это делал, к примеру, с Джоном Райдером, тогда у него будут проблемы. Здесь не получится держать руки возле ушей, словно ты слушаешь музыку. Его даже Райдер несколько раз неплохо задел. Особенно хорошо проходили апперкоты. Если так стоять напротив талантливого боксера, то тебе хорошенько достанется. Бенавидис за такое точно накажет, говорит Атлас. 1 июня в Эр-Язи, Саудовская Аравия, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев должны были сразиться за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. К сожалению, бой перенесли. Дмитрий Бивол остался в карде, и ему подобрали нового соперника – Малика Зинада. Что же случилось? Артур Бетербиев уже сделал заявление о переносе боя. «К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, но врачи настояли на переносе. Благодарю всех, кто уже купил билеты, этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо вам всем за поддержку», – писал Артур. Но Дмитрий Бивол все равно выступит 1 июня. Он сразится с непобежденным бойцом – Маликом Зинадом. Кто же такой Малик Зинад? 30-летний ливийский боксер с рекордом 22-0. В октябре 2015 он начал профессиональную боксерскую карьеру и пока что не проигрывал. 22 победы в 22 боях и 16 нокаутов. В сентябре 2016 он нокаутировал своего соперника и завоевал титул WBF International в полутяжелом весе, после чего провел лишь одну защиту. Затем в августе 2021 года Малик выиграл локальный пояс чемпиона WBC в полутяжелом весе в Средиземноморском регионе. Последний раз он бился совсем недавно, 24 апреля в Австралии. Там он победил и стал вторым номером рейтинга IBF. Несмотря на то, что о Малике Зинаде мало кто знает, бывший чемпион мира по боксу по версии WBO Тим Дзю заявил, что у Малика есть козыри. Хороший бой, на днях видел Малика вживую, у него есть отличные козыри. Но Дмитрий это более высокий уровень, будет интересно, сказал Тим. Вот такие вот новости на сегодня, друзья, пишите в комменты, как считаете именно вы, кто же одержит победу в этом поединке? Малик Зинад или Дмитрий Бибул? Пишите, что думаете в комменты, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.